Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком. Тема война. Вопрос 1843». «Всегда ли святые безропотно подставляли шею под секиру?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Были случаи, что они бросались на палачей, что явно не по Писанию, но в душе какая-то светлая нотка, что жизнь, пусть и не по житейному всеобщему сценарию, но пробивалась и в этих пустынниках. Значит, не все еще в пустыне уморили в человеке». Третье царство, 22 глава, 24-25 стих. «И подошел с Идеки сын Хенаанны и, ударив Михея по щеке, сказал, «Как неужели от меня отошел Дух Господень, чтобы говорить тебе?» И сказал Михей, «Вот ты увидишь это в тот день, когда будешь бегать с одной комнаты в другую, чтобы укрыться». Луки, 6 глава, 29 стих. «Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Римлянам, 12 глава, 19 стих. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте им место гневу Божию, ибо написано, «Мне отпщение, я вас дам, говорит Господь». Откровение 6, 10. «И возопили они громким голосом, говоря, «Да коли, владыка святые и истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». Эпимах, 31 октября. Кавычки открыты. Увидев, что Егимон сидит на судилище и обрекает христианам мучения, святой мужественно устремился на него, чтобы поразить безбожника. Я, пили Иоанн, не избег бы руки святого Эпимаха, если бы стоящие вокруг не удержали святого. Такую ревность о Господе Боге проявил подвижник. Егимон удивился такой дерзости человека, бедно одетого в рубище». Кавычки закрыты. «Лови, дави на вздохе полусловия, ищу кургузую и злобную мыслишку. Услову выход в люди преусловия, чтоб слушатель мог правильно расслышать. Не прикармань и не приватизируй рожденную далеким мудрецом. Проникнись по-серьезному, не просто для близиру, да явится оно с сегодняшним лицом. Слова непресные, затертые до скуки, их просоли, да не гнилье предложишь. Ядреность их живит и через сутки, и через год, смотря куда положишь. По струнам нужным в сердце у других ударь словом и не застарелым. Слова друзья, а может и враги, найдут соратников, зовут в атаку смелых. Талант оратора, не будь же пустословом, не краснобайствуй сытостью желудка, глашатай истины во славу и еговы, и сеятель евангельский попутно. Да будут в помощь знания академий, мирские институты, половодье. Но если Дух Святой не проникал под теми, огонь любви не натянул поводье, то все напрасно будешь пень под ризой, увенчанный пустоголовой митрой. По-профсоюзному лишь только что-то тиснуть, когда застаравка в образе пол-литры. Наскучившая паства разбредется, к чужим столам с любою принакрыты. Мерцание днелушек вполне сойдет за звезды, и царской вечерей покажется корыто. И в гибели заморенных и павших виновен батюшка, сокрывший Божие Слово. В пустыне каменисто сеял, не на пашне. Бог вырвет глаз и руку у делателя злого. 2-го, 0-9, 0-3. Игла, Захария, 11-17.